А дальше Трамп уже разошелся и из него вытекла, ну, то есть вытекла в смысле, он официально это не сообщал, но вроде бы так, кандидатура, кого он, собственно, собирается назначать госсекретарем США и кого он собирается назначать советником национальной безопасности. Итак, госсекретарем США становится, судя по всему, Марко Рубио. А что мы знаем про Марко Рубио? Мы знаем про Марко Рубио, что он ястреб, что он голосовал за финансовую помощь Украине, вот за этот пакет помощи в 60 миллиардов. Мы знаем про Марко Рубио, что он вице-председатель комитета по вопросам разведки. А это тоже важно. Помните, я вам показывал доклад трех комитетов Сената, Конгресса США, извините. Доклад трех комитетов, республиканских, трех республиканских комитетов, который назывался «План победы в Украине». И вот этот комитет, именно комитет по разведке, был один из трех авторов этого доклада. Я не знаю, писал ли его лично Марко Рубио в том числе, не знаю, но там содержались требования к Байдену выдать нам любые ракеты и любые права их использования, дальнобойные атакамсы. И вообще это был план, это был первый план победы. То есть до того, как мы придумали план перемоги, это был первый. Наш был второй, а это был первый план перемоги. Он опубликован был в январе, и я тогда сказал январе, когда скептики говорили, все, нам уже не дадут денег. Я сказал, нет, три комитета, это республиканцы. Они говорят, план победы, они требуют. И они же сами не дадут денег, я не поверю. И они дали денег. Это реально произошло, как вы знаете. И спасли нас по большому счету. Итак, Марко Рубио, на самом деле, конечно же, друг Украины в чистом виде. Он, Рубио, восстановит американское лидерство в мире, сообщил нам сенатор от Флориды Рик Скотт. Хорошо, восстановит, восстановит. Будущего госсекретаря должен утвердить Конгресс. Понимаю, значит так, я вам сразу скажу, я про личности этих людей пока ничего не знаю. Я не буду вам рассказать, хорошие ли они семьянины, где они учились в школе и в колледже, какие у них были раньше политические позиции. Только то, что касается, вот прямо сейчас последнее, это то, что сегодня все опубликовали, я вам пересказываю. Почему это сейчас и не важно? Потому что мы 4 года проведем с этим человеком. Мы знаем, на какой домбре он играет, в каком ресторане он будет кушать у нас в Киеве. Мы все это, поверьте, про него узнаем. И даже в Израиле узнают, что он предпочитает шаварму или фалафель. Все мы узнаем про этого человека. У нас будет время, 4 года с ним как-нибудь познакомимся. Значит, это кадровое решение не встретит проблем, потому что обе палаты имеют большинство республиканцев. То есть, безусловно, всем, всех, все утвердят. Голосовал за пакет помощи, настаивал на важности поддержки Украины. Критично публик... Ой, извините, публично критиковал, а не критично публиковал, да. Публично критиковал однопартийцев за сомнение в необходимости помогать Украине. А вот дальше нам наливают ложку дегтя, значит, в тексте об Марко Рубио, который говорится, что в последнее время несколько изменил риторику относительно путей завершения войны, но остается более благосклонным к Украине лагерь республиканцев. То есть, о том, что он поддерживает, по сути, план Трампа. Ну, так извините меня. Вот если вам кто-то сейчас скажет, боже мой, Трамп назначил человека, который тоже за перемирие с россиянами. А вы чего хотели? В смысле? Трамп сказал, что его цель – прекращение войны. И он что, госсекретарем назначить человека, который скажет, нет-нет, война до победного конца? Ну, вы серьезно? Ну, о чем мы будем говорить с вами? Сегодня, кстати, вот интересно, такая социология вдруг появилась от одного агентства. Не буду специально называть, пока не буду. Значит, я помню, что во время прошлого опроса у другого агентства было 4% жителей Украины, которые готовы отдать территории ради мира. То есть, есть люди, готовые там вести переговоры. Таких много было, большой процент тех, кто за переговоры с Россией. Безусловно, большой. Но готовы ли вы отдать там Крым ради мира, Донбасс ради мира? Вот на эти вопросы положительно отвечало 4% населения Украины. А сегодня вдруг выяснилось, что уже 30 с лишним готовы отдавать территории в обмен на мир. Как-то я подумал, что-то это же неспроста, правда? Да, именно отдавать. То есть, меня что смутило? Вопрос. То есть, мне бы посмотреть формулировочки вопросов. Они же разные. В том агентстве и в этом очень разные формулировки. Мне бы хотелось узнать, как это было сформулировано. Ну ладно, с ними потом разберемся. Еще предстоит нам это все. Про Рубио. Ну, слушайте, этот человек должен следовать политике Трампа. То есть, да, он будет работать, но он работник. У него есть кубик Рубио. Помните кубик Рубика, да? Ты можешь крутить, как хочешь, вроде бы как. Но у тебя вот эти степени свободы и все. То есть, у тебя строгая геометрия. Ты можешь так повернуть, так повернуть или так повернуть. Все. Но кубик не перестает быть кубиком, он не становится шариком. Шарик-фигарик – это другой совершенно прибор, вы знаете. Поэтому кубик Рубио будет очень ограничен политикой Трампа. Вот Трамп решил так. Кстати, хорошая новость. Я вот тут задумался, когда задумывался о кандидатуре Рубио, о том, что он будет делать и как, я подумал. Трамп что нам обещал? Он нам обещал остановить войну в течение 24 часов. Но он же не обещал установить мир. Говорит, я остановлю войну, а не установлю мир. А это ведь разные вещи. Вот, например, сегодня в Японии, когда на днях сформировалось новое правительство, и новый премьер, его я фамилию даже не буду пытаться выговаривать, сегодня заявил, что, оказывается, санкции Японии будут действовать на всем протяжении войны. То есть, пока идет война, санкции Япония с России снимать не будет. Хорошо? Хорошо. Но нам-то важна теперь становится точка, когда скажут, когда мировое общество скажет, что война закончилась. Перемирие – это не война, а закончилась. Война закончилась – это нам вернули оккупированные территории, нам выдали военных преступников, ну, в ГАГу выдали, обменялись мы пленными, нам заплатили репарации. Это называется – война закончилась. Но вот это я сейчас вам говорю, как такой умный и хитрый шетельман. Но это задача дипломатии нашей, ну, само собой, на что это знают, но европейской, всех наших ближайших союзников. Что бы ни делал Трамп, говорит, нет, война не закончилась. Я понимаю, что добивается Трамп. Вот если он этого добьется, во что я вам говорил, я скептик, я не очень верю, что добьется, но это из-за Путина. Это другой вопрос. Но я себе говорю, давайте настаивать на том, что подождите, война же не закончилась. Не стреляют – не значит, что войны нет. Помните, как что там? Дипломатия – это продолжение войны другими средствами. Политика – это продолжение войны другими средствами. Эта война продолжается другими средствами. Задушить Россию экономически, додавить, заставить голодать, пока не капитулирует, пока не выведет свои войска. Вот это будет наш новый метод. И японцы это понимают, и европейцы это понимают в большинстве своем. Надо, чтобы американцы это тоже понимали, и Рубио, чтобы это озвучивал. Ну, что значит, надо. Я вот сейчас это как бы вроде в космос говорю. Нет, не в космос. Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется. Вот этот кубичек у него должен быть ограничен тем, что да, у тебя полномочия на перемирие, но не на мир. Другой разговор. Вот такой кубик Рубио мы будем с вами наблюдать. Ну, а советник по национальной безопасности, конгрессмен Майк Волтс. Вот помните, там Вальц был у Харриса. Это Волтс, совсем другая фамилия. Тоже, кстати, избранный от Флориды, что интересно, как и Рубио. Известен тоже истребинные внешнеполитические взгляды. То есть, понимаете, да, что такое истребинные взгляды для американского политика? Я имею в виду сейчас и Рубио, и Волтса. Это означает, что вот он из Путин-Ферштейн и Путин-Сыктым выбирает Сыктым. То есть, есть Путин-Ферштейры, есть Путин-Сыктымеры. Вот это Путин-Сыктымеры, а не Путин-Ферштейры. Оба этих человека. И это нам очень важно. Это максимум, что мы могли получить. Еще раз, нам точно не могли выдать людей, которые за то, чтобы не вести переговоры с Россией. Ну, абсурд. Мы политику Трампа-то точно знаем, что он планирует эти самые переговоры. Ну, и вот этот самый Волтс, так, что он там? Ветеран армии США, первый зеленый билет, избранный в Конгресс. Имеет опыт работы в Пентагоне советником, работал в секторе обороны руководителями подрядчиками обороны. Занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов. Считается одним из самых жестких критиков Трампа, кстати, что интересно. Да, ну что ж, вот такой вот человек. Посмотрим опять, посмотрим. И еще, кстати, интересное назначение, которое прошло мимо, потому что вроде как нам не важно. Но оно не важно в сегодняшнем моменте, а для будущего может оказаться вообще критически важным. Это Элис Стефаник. Элис Стефаник назначили вместо Линды Томас-Гринфилд. Ну, будет она назначена. Послом США в ООН. И вот Элис Стефаник, у нее есть политика в отношении ООН. Вот она тоже ООН не Форштейн вообще. Она не понимает, за хрена нужна эта ООН. Значит, что она говорит? 40 лет этой Стефаник. Она стала известна среди республиканцев. Своей защитой Израиля и активным союзничеством с Трампом. Ожидается, что, значит, ну понятно, что ее кандидатура пройдет. Вот, значит, так. Стефаник неодноразово взвынувачивал его ООН в антисемитизме. То есть обвинял ООН в антисемитизме. Выступает за расширение израильских поселений на западном берегу реки Ордан. А главное, за полный пересмотр финансирования американцами ООН. Вот оно. Вот это вот то, про что я тоже когда-то вам говорил. Ну, напомню, что, чтобы не пропускать такие вещи, стоит подписаться на канал Штриман. Прямо сейчас подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Она говорит о том, что, может, мы не должны финансировать вот эту всю странную историю, как ООН. А я говорил, что реформа ООН возможна только через то, что тот, кто дает деньги, перестанет их давать. Как в свое время произошло с ЮНЕСКО. Американцы взяли и вышли из ЮНЕСКО. А они львиную долю финансирования ЮНЕСКО проводили. Это было, по-моему, в 80-е годы. И вот сейчас, представьте, США говорят, а мы не будем больше платить в ООН. Хотите, мы выходим из ООН. Ну, раз у вас такой устав. Или давайте все, менять и передоговариваться. И вот тогда убрать эту роль России блокирующую, которую она совершенно ничем не заслужила, которая ничем не обоснована, так как эта страна с очень небольшим населением и уж очень мизерным ВВП. Поэтому почему у нее там право вето, непонятно. Поэтому мне кажется, что наряду с именем Рубио мы и имя Элис Стефаник очень много раз услышим за ближайшие 4 года. Почему я сказал, что на нее есть большие надежды у меня? Потому что это реформа ООН. То, что нам вроде как не сейчас надо, вроде не первая необходимость, но только реформированная ООН сможет защитить нас потом. На потом. Это на потом. Ну, или, соответственно, вообще не ООН, а какая-то другая организация. Фух. Ну, а сейчас пока кто нас защищает? Значит, сейчас пока очень занят, к сожалению, Шольц. Его можно понять. И он как бы отступил на второй план. Потому что у него, возможно, выборы. И вот сегодня прошла новость, что выборы, возможно, 23 февраля. Это, конечно, большая ирония. Россияне, я думаю, будут просто радоваться и прикалываться, что в день Советской армии и военно-морского флота в Берлине пройдут выборы. Вот они закричат, можем повторить трижды просто. Подумайте, там, 23 февраля выборы в Германии. Осторожнее с такими датами. Но радостная новость для нас в том, что Фридрих Мерц, кандидат от КДС, про которого я говорил на этой неделе уже не раз, заявил следующее, что он призовет Россию, когда он победит на этих выборах, призовет Россию прекратить военные действия в течение 24 часов. То есть выдвинут ультиматум России. Не как Трамп, я за 24 часа сделаю дел, нет. Я выдвину ультиматум, либо вы за 24 часа прекращаете огонь, либо я выдаю ракеты Таурус Украине и разрешаю бить вглубь территории России. Наша линия должна быть такой. Германия должна делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защититься, пообещал нам лидер ХДС ХСС. Приятно? Приятно. А лидерство Европы сегодня взяли на себя Британия и Франция, причем объединив свои усилия, то, что я вчера анонсировал. Да, эта встреча состоялась. Вчера я совершенно забыл про эту дату. Во-первых, прошу прощения у жителей Херсона, забыл их поздравить с двухлетним освобождением. Вчера, ну, знаете, на войне, честно, слишком много у нас дат и трагично. Разных. Вот. Но вчера было 11 ноября, это день в Британии, в этот день отмечается день памяти погибших в Первой и Второй мировой войне. В 11.00, 11 ноября раздается, все время у них там сирена, все ходят вот с этими цветочками, да. А во Франции что же? Это же день Компьенского перемирия, конец Первой мировой войны, 11 ноября. И поэтому они встречались там во Франции. Я имею в виду Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. И разговаривали 20 минут, и разговаривали про Украину. Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, в том числе того, как лучше поставить Украину на сильнейшую позицию, чтобы она вошла в зиму, сообщил представитель британского правительства. Вот так. Обсудили возможность изменения позиции США по Storm Shadow. То есть, как им вместе уломать Байдена, быстро разрешить нам при помощи Storm Shadow убить вглубь территории России. Что сказал у нас Стармер? Я всегда говорил, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы остаемся верны этому. И неоднократно говорил, что мы должны поставить Украину в лучшее положение. Это было моим постоянным рефреном в течение четырех месяцев, когда я стал премьер-министром во всех дискуссиях, которые я вел. Это сердцевинная дискуссия, которую мы проводим. То есть, эти двое людей, заметьте, Англия и Франция, вечные враги, объединились для того, чтобы помочь Украине и возглавить сегодня, ну как бы, стать лидерами Европы на сегодняшний день. Вот помните, я говорил, в Европе хорошо, в Европе каждый раз кто-то другой берет лидерство. В какой-то момент даже Польша, в какой-то момент Чехия со своей снарядной инициативой, в какой-то момент Германия со своими танками, в какой-то момент Британия, как вы помните, при Джонсоне. Макрон, когда вдруг решил выдать нам и артиллерию, и потом колесные танки. И вот, и миражи, да. И вот, наконец, Франция и Британия сейчас объединили усилия перед угрозой, исходящей от Трампа, конечно, из администрации Трампа. Они опасаются, что Трамп нам все урежет, и отнюдь не марш победный он нам урежет, а совсем другое. Вот так. Поэтому они будут сейчас воздействовать на Трампа. В частности, пример Британии потребует от США выделить Украине 20 миллиардов кредита до прихода Трампа. Хорошо, что вспомнили, да, что не только 6 миллиардов военной помощи нам надо выделить до прихода Трампа, не только вот эти 500 ракет Патриот нужно срочно нам перевести до прихода Трампа в овальный кабинет, но и 20 миллиардов долларов, они обещаны в каких рамках? Есть кредит G20, или G7, G7, извините, кредит G7, в котором финансирует часть Евросоюз, часть Соединенных Штатов Америки, часть Япония. Со всеми все уже согласовано, только надо деньги перевести. Потому что это те деньги, которые возвращать будет Российской Федерации, не Украина, согласно условиям этого кредита в 50 миллиардов. Но доля Америки была 20 миллиардов долларов. Если сейчас Байден заснет и не переведет нам деньги, то потом хреном мы их получим, уверяю вас. Хреном мы их потом получим. Хорошо, что об этом не забыли в Великобритании. Пример министра Великобритании настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, когда они оба примут участие в саммите G20 в Бразилии на следующей неделе. Вот так. И говорить он будет именно про эти 20 миллиардов. Один из инсайдеров британского правительства, близкий к политическим дискуссиям, сказал, что Британия готова держать Байдена за руку и за ногу для того, чтобы он выполнил свои обещания. Вы знаете, я вчера смотрел картинку, как ходит Байден по пляжу, и я понял, что действительно надо его держать. Хорошо, что за это берется британское правительство, держать Байдена за руку и за ногу. А вот кого держать не надо, похоже, он становится неудержимым, и слава богу, это российского оппозиционера Илью Яшину. 17 ноября, воскресенье, по-моему, да, это будет, да, марш вот этот в Берлине. По-прежнему так я и не увидел ни одного сайта официального этого марша, на котором было бы сказано, что требования российских оппозиционеров – это вывод всех российских войск из Украины, включая Крым и Донбасс. Я не увидел этого пока, жду, жду все еще. Но зато вчера то, что я увидел, это интервью Ильи Яшина, Александру Плющеву. И я подумал, боже мой, действительно человек проделал большой путь. Я про Яшина сейчас, не про Плющева. Большой путь после выхода из тюрьмы. Помните, человек, который вышел, начал говорить про то, что надо садиться за стол переговоров. Сейчас, ну, то есть, короче, давать советы украинскому президенту начал давать. Сейчас это человек за два или сколько там прошло, три, может быть, месяца после выхода из тюрьмы, полностью осознавший, что такое современная Россия, что с ней делать, с чем ее надо съесть. И прямо, похоже, становится нашим ближайшим, действительно настоящим союзником в среде российской оппозиции. Потому что что заявил Яшин? А интервью он давал Плющеву. А у Плющева не забалуешь. Это не какой-то такой, знаете, добренький интервьюер, который все прощает, все разрешает. Нифига, нифига подобного. У Плющева спрашивает строго, не как некоторые. То есть, он докапывается до конца. И он говорит, да, не какие-то мармеладные, да, ведущие. И когда Яшин говорит, я, да, требую, буду добиваться полного вывода российских войск с Украины. Он говорит, полного? Говорит, Плющев, да, полного. То есть, из всех, то есть, да. То есть, из всего, что оккупировано, да, 100% территории должны отойти к Украине. То есть, он говорит, ну, вот же нереально. Говорит, подождите. У меня же вижу, что это получится в этом году. Может, там будет по дороге какое-то время, может, что. Но, в конце концов, в историческом плане, обязательно полный вывод и полное восстановление территориальной целостности Украины. Без этого мира быть не может. Говорит Яшин. Надо, чтобы Яшин Трампу это объяснил. Я думаю, что у него будет такой шанс, что это не мир. Иначе, без этого. Дальше. Про репарации заговорил. Мы, да, обсуждали, что вот те 300 миллиардов, которые арестованы российских активов, все должны пойти на репарации. А Плющев говорит, подождите, а если не хватит? Яшин говорит, ну да, надо будет считать и все платить. То есть, все реально, все нужно будет оплачиваться. Хорошая позиция? Хорошая, достойная позиция, да? И третья, у него, его додавливает Плющев, подождите, говорит, а что делать с теми, что Россия привезла туда огромное количество людей, что россияне купили уже на наших оккупированных территориях себе квартиры в русскую ипотеку, взяв в русском банке деньги? В Мариуполе, в Мелитополе российские ипотеки раздаются. Не говорю уже, говорит, о Крыме, куда вообще ломанулось там сотни тысяч россиян, говорит Плющев. На что Яшин говорит, а эти люди должны были учитывать риски, они знали, что покупают квартиры на оккупированных территориях. Красавец, нет? Прямо я считаю, что красавец. Одна единственная мелочь, не дала мне покоя, но я думаю, что это мы должны коллективно дообъяснить российскому оппозиционеру Илье Яшину. Пусть приедет в Украину, ему прямо расскажут. Ну, серьезно. Он сказал, что, я сейчас без иронии, я считаю, что, ну да, почему не посотрудничать с ним, украинской власти, я имею в виду. Он сказал, что, ну, говорит, там же люди, которые купили, мы же когда-нибудь будем вести мирные переговоры с Украиной, вот после вывода всех войск. И Украина как бы как в гуманитарном плане для установления мира должна же будет, как-то, может быть, пойдет навстречу, чтобы учитывать этих людей. Но тут он не догадывается, что значит учитывать. Он, видимо, думает, что мы разрешим гражданским оккупантам, которые приехали и сейчас проживают в Крыму россиянам, остаться там. И он не учитывает одной вещи. Это же полная аналогия, как, не знаю, 45-й год, да, и какие-нибудь немцы говорят, знаете, мы в Киеве решили остаться, да, мы в Киеве, которые приехали с оккупационной армии, какие-нибудь семьи военных, ну, мы же здесь уже квартиру купили, мы останемся, можно? И вот сколько они проживут до того, как их соседи на атомы разберут, правда? Вот он не понимает, что это нереально, вообще никак. Что тут дело не в воле, там, какой-то власти, потому что если даже всю полицию Украины отправить на защиту, гражданских оккупантов российских, они не проживут здесь дня, не проживут. Поэтому 24 часа в Россию, все. Ну, а ипотеку, да, Яшин прав, сами брали, сами будут потом там у себя отдавать, и мы же ее будем за них выплачивать, правильно? Ну, и последняя на сегодня самая новость про Москву все-таки, про Москву. Верит ли Москва слезам? Знаете, пришла такая новость, я никогда не знал. Помните песню Александра Александра из фильма «Москва слезам не верит»? Наверняка, этот город наш с тобой. Я все время думал, что это Висбор написал, а оказалось, что стихи Дмитрия Сухарева. Я никогда не знал о таком поэте, честно скажу, но вчера он умер, ему было 94 года. Я подумал, боже, какой символизм. Умер автор песни «Москва слезам не верит». Не сразу все устроилось, Москва не сразу устроилась, слезам Москва не верила, а верила любви, понимаете? Москва верила любви. Он, видимо, от этого умер в 94 года. Понял, что в его песне каждая строчка потеряла актуальность. Каждая строчка. «Снегами запорожено, листвой заворожено, найдет тепло прохожему, а деревцу земли». Да москвичи тут все деревья у нас на Донбассе патронами и снарядами выбили. Всю экологию нам разрушили, всех животных убили. Вот и вся Москва, которая слезам не верила. «Этот город наш с тобой, стали мы его судьбой, ты вглядись в его лицо. Видим этот оскал смерти московский. Видим, видим. Чтобы не было вначале, утолит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо». Они надеются, что это кольцо власти, но нет, это кольцо сожмется у них на шее, у этой Москвы. Вот так кончилась история песни «Москва» не сразу строилась, и ее автор тоже не дожил. Но это их дела, их поэты. А у нас свое горе сегодня в Крымом Роге. Мои соболезновы всем. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok